Сегодня хотелось бы представить вам коленный стул. Это вид ортопедического стула с упором в колени. Подходит для детей от 10 лет и взрослых ростом от 130 до 180 сантиметров. Максимальная допустимая нагрузка на стул 100 килограммов. Его использование позволяет пропорционально распределить нагрузку между коленями и поясницей и снять излишнее напряжение со спины. В этом случае центр тяжести располагается в районе позвоночника и человек автоматически распрямляет спину. Такой стул можно использовать не только дома, но и в офисе, так как он подходит для столов стандартной высоты. Стул изготовлен из высококачественных материалов, березовой фанерой высшего сорта и покрыт лаками и эмалями, безопасными для здоровья по химическому составу. А теперь мне хотелось бы рассказать вам, как легко и просто собрать этот стул. Стул продается в разобранном виде в картонной коробке. Размеры коробки 80 на 60 на 7 сантиметров. Габариты собранного стула 67, 69 сантиметров на 57 и на 45 сантиметров. Затягивается не до конца, а только слегка наживляется. Так же мы поступаем с остальными перемычками. Затем крепим вторую ногу. Желательно крепить гайками вверх, просто чтобы они не выпадали. И до конца не затягивать, чтобы можно было перевернуть перемычки. Конечно, не изо всех сил, чтобы не поломать поверхность ноги винтами. Все, собственно, каркас собран. Теперь приступаем к креплению сиденья. В сиденье и подколеннике гайки вставлены в трех местах для регулировки трех положений. Это уже каждый пользователь подбирает регулировки под себя. Здесь лучше сразу зафиксировать. Переходим к подколеннику. В общем-то, это самое сложное, потому что приходится прикручивать под углом. Хотя, все, в общем-то, то же самое. И затягиваем. Все, теперь стул готов к употреблению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok